Смотрите сегодня в программе. Цены стоят на месте целый месяц. Такого в России не было 5 лет. Резервный фонд России в августе потерял 470 миллиардов рублей. Крупнейшая полиграфическая компания Благовещенска празднует свой юбилей. В эфире новости экономики в студии Марина Мишкина. Здравствуйте. Цены стоят на месте целый месяц. Такого в России не было 5 лет. Специалисты сравнили ценники августа и июля и пришли к выводу, что они не изменились. А вот с начала года стоимость товаров и услуг выросла почти на 4%. По сравнению с августом прошлого года на целых 7. Затормозить инфляцию помогли сезонные продукты. Цены на овощи и ягоды снизились почти на 9%. Вместе с тем стоимость скинули и продовольственные товары. На бытовую технику ценники тоже переписали. Смартфоны, телевизоры, компьютеры и стиральные машины сейчас можно купить на полпроцента дешевле. Одна из причин остановки цен – дефляция, которая была в начале августа. Последний раз цены замирали в октябре 2009 года. С тех пор они росли каждый месяц. Исключением была трехмесячная дефляция в 2011 году. Тем не менее, некоторые цены за последний месяц все же подросли. Школьные товары накинули до 3,5% к своей стоимости. Из продуктов немного подорожали соль и маргарин. И это не все изменения в экономике за последний месяц. Резервный фонд России потерял 470 млрд рублей. А это почти пятая часть всего объема. Сейчас там осталось чуть более 2 трлн рублей. Вместе с тем опустел и фонд национального благосостояния страны. Остаток – почти 5 трлн. Средства были потрачены на покрытие дефицита федерального бюджета, а также на расходы из-за нестабильности курсов валют. Некоторые эксперты считают, что резервный фонд может и вовсе опустить. А это, безусловно, приведет к повышению цен и ставок налогообложения, а также уменьшению социальных выплат. Серьезный бизнес. Крупнейшая полиграфическая компания Благовещенска празднует свой юбилей. Вот уже 15 лет амурчан обеспечивают именными сувенирами, баннерами и корпоративной полиграфией хорошего качества. О том, как все начиналось и каких результатов удалось добиться, расскажем подробнее. Началось все в 2001 году. С печати обычных черно-белых бланков. Через 4 года стали делать цветную печать и сувенирную продукцию – майки, кружки, кепки, зажигалки. Со временем ассортимент становился все больше. Сейчас нанести печать можно на любую поверхность, будь то ручка или автомобиль. В типографии работают около 100 машин. Некоторым из них нет аналогов не только в Благовещенске, но и на Дальнем Востоке. У нас на данный момент, так скажем, что не только в области, мы на Дальнем Востоке с нашим оборудованием. На уровне больших типографий Владивостока, Хабаровска и так далее. Например, такой японский комплекс печатает 15 тысяч копий в час. Закупили его 6 лет назад. До сих пор второго такого в области не сыщешь. А ультрафиолетовый принтер может рисовать даже на парафиновых свечах и елочных шарах. На этом компания останавливаться не собирается. Периодически закупает новое оборудование, осваивает новые производственные возможности. Пять лет назад, к примеру, научились делать художественный переплет. Для этого сотрудники ездили в Москву. Сейчас компания активно развивает это направление. Мы сейчас плотно взялись уже, мы завоевали несколько золотых медалей на книжных выставках и на Дальневосточном. Была Дальневосточная выставка, вот в мае проходила в нашей областной библиотеке. Вот, и в Владивостоке мы брали медали. То есть мы поняли, что мы можем делать хороший продукт, книгу в твердом переплете. То есть независимо от тиража. Первым художественным изданием стал альбом «Привет, Самура». Это каталог открыток и карточек с начала 20 века. С местных станков сошли уже около 50 книг в твердом переплете. Только в этом году более 7 тысяч экземпляров. В планах компании печатать и продавать книги амурских авторов, а некоторые издавать сразу на двух языках – русском и китайском. Также предприятия завоевывают новую аудиторию, работают не только с организациями, но и с частными клиентами. Можно, например, заказать эксклюзивный школьный дневник. Внутри информация об Амурской области, снаружи – портрет ученика. За 15-летнюю историю компании есть что вспомнить и чем гордиться. С огромным багажом знаний они вошли в следующую пятилетку. И это были все новости экономики на сегодня. Берегите себя и свои деньги. До свидания.